И вновь всем доброй ночи, дорогие друзья, мы с вами возвращаемся в прямой эфир Да, может быть время, друзья, позднее, но это не помешает нам посмотреть, конечно же, оставшийся на сегодня последний матч BeastCost против Thunder Predator, такое местное дерби и, собственно, продолжение выяснения того, кто же лучший в Южной Америке Коллектив, который сейчас находится за Radiant или коллектив, который сейчас находится за Dire Друзья, сразу несколько очень важных вещей Ну, дерби понятно, формат проведения матча BO3 это тоже понятно Вновь, как и вчера, отсутствует у команды BeastCost их звездочка, K1, Гектора нет По некоторым данным у него какие-то лаги большие в матчах, и он просто не может играть за команду В очередной раз его будет заменять керри команды Infamous Young, товарищ Покас Которого, кстати, уже перевели в основной состав, вчера был анонс, но об этом чуть позже тоже И сразу же, перед тем, как представлюсь я и представится мой коллега, обратим внимание сперва на коэффициенты На матч сперва, давайте попробуем, ну или что высветится, на первую карту, окей 1.85 и 1.90, ну понятно, в общем, тут котировки примерно равны, чуть-чуть небольшое преимущество за Thunder Predator И вот сейчас, друзья, для вас в эфире сегодня студия RUHUB, конечно же, мы продолжаем вещание Я адекватный, со мной на связи мой коллега Дмитрий Морталес Что ты ждешь этого матча, какие твои прогнозы? Осталось 10 секунд Ну, наверное, наверное, если бы играл в KeyOne, то я бы на 100% сказал, что... Ну, жду, во-первых, три карты, неважно, в чью пользу А вот сейчас чашевый софт в сторону Thunder Predator немного склоняется Причем я бы, наверное, дал что-то наподобие 60 на 40 в их пользу Ну, команда играет, во-первых, полным составом, во-вторых, на подъеме сейчас видно Они пока единственная команда, которая смогла отжать карту у ЕГЭ Единственная южноамериканская команда Со всеми южноамериканскими ЕГЭ уже сыграли Идут ребята хорошо, 2-1 по сериям Сейчас, если они обыграют BestCost, то существенно увеличат свои шансы на невылет То есть со статой 3-1 Но вы практически гарантируете себе как минимум шестое место Потому что точно будут ниже Фурия Ну и там вопросы по Cloud9 остаются Там нет вопросов по Cloud9, с Cloud9 все понятно Все вопросы там давно уже были решены Ну да, примерно расклады понятны То есть если проигрывают BestCost, то у них 0-2 И будут уповать на то, что там Гектор все свои проблемы решит И воссоединится со своим коллективом Но надо попробовать и без него Ни единым Гектором должна жить команда У них есть очень крутые исполнители Типа Крис Лак, типа того же Стинджера, капитана команды Поэтому есть кому в доту играть И ребята, конечно же, попробуют приложить максимум усилий Для того, чтобы здесь вот сдержать натиск бешеной команды Thunder Predator Первая карта, друзья, стартует Давайте сразу к драфтам переходить Это Keeper of the Light на FPM От команды TP Вич Доктор Панга, ответ от BestCost И Ember Spirit Ну, связка Keeper of the Light и Ember Spirit Себя зарекомендовала как очень мощная Как способная, не знаю, переворачивать любое файт Любое сражение Поэтому тут Thunder Predator Уже первыми двумя пиками показывает, что играть будут серьезно Shadow Shaman появляется у BestCost Чем они нам говорят? Что Панга будет тройкой Ну, или там mid Ну, в общем, core позиция Интересная связка саппортов Абсолютно непопулярная нынче Что Шамана, что Вич Доктора не котируют И... Пока намекают они на какой-то пуш своеобразный Здесь по-прежнему лекан доступен Если сейчас TP не берут что-то про запас Против этого лекана То его нужно брать обязательно на четвертый Он не сильно боится Эмбера Эмбер может не успеть выформить Столько, чтобы останавливать этого лекана Ну, котла он тоже не особо боится Ну, блайнник лайт разве что Ну да, но шариком ты его надолго не остановишь Скорее всего, один раз будет тик во время ультимейта Дальше он убежит Ну, либо просто сломает его Да, там больше, конечно, вот этот вот блайнд очень сильно мешает А так, да Ну, с лекантропом всегда проблемы В нынешнем патче я зарекомендовал свой персонаж очень хорошо Шейкер Тот самый герой, который отпушивает Тот самый герой, который разбирается с амонами Это огромное количество контроля От него лишь одного Да, и без костного контроля Теперь вот антропредатор контроль потрясающий появляется Все в порядке Осталось 10 секунд Осталось 5 секунд Так, ну что без кост? Захотят теперь брать какой-то лекан или кто-то еще появится? А, хочется против шейкера? Да, вот уже не ясно Ну, то есть до какой-то поры хочется Снизу, что пугная здорово заходит какой-нибудь До какой-то поры, конечно, против шейкера можно играть Ровно до той поры, пока он не приобретает себе Блингдаггер Блэйт Спирит от Бесткост Ну, это Крис Лаковский, фирмач На исполненница Нормально Тандерпредатор Ну что, Лео Стайлма Эмбери Эмбер против Войт Спирит Или все-таки возьмем какой-то другой хорошего Другого хорошего персонажа Драгон Найт, да, все еще вот как-то Рядышком с нами всегда Я сейчас вниз Например, пиковую медузу И что с ней делать? Ух ты, какой хитрый пиковую медузу А я А я тебя Роллинг Тандером переезжаю Удачи Как это? Переезжай, да? Угу Я выиграю твой драфт за 3 минуты Выигрывай Я заберу у тебя 20 баунтирую на 20 Да не может быть такого Угу И для тех, кто только сейчас присоединился к нам Да, да И пытаюсь найти статистику таких героев, как Что, Душаманович Доктор? В связке? Не-не-не Вообще В этом патче Ооо Вот не медуза, а спектр Ну вот так Лытовенько Что с ней делать-то? Переезжать Надо в давлении играть Но здесь Ликан хорошо выглядит все равно Да В легкую линию и просто снести спектру и не дать ей времени Да, 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 вот подержу Ликан А может самим без кост-медузу бахнуть? Ну и там, кто в лейте, посмотрим Слушай, я вот не знаю, Крис Лак, например Либо ДК через Сильвер В легкую линию А ты не в курсе, если, например, Крис Лак играет на мипов случайно? Очередь сил тьмы запрещать героя Хороший вопрос Так, это Андерлорд Кстати, смотри Они банят оффлейнера, который реально мог бы сдержать Ликантропа Это хороший пик против Ликантропа Андерлорд Они его забанили сейчас И походу ласт пик без коста реально будет Ликан Ну, надо банить Так это нам догадаться Чтоб забанить Раз уж мы с тобой догадались Они это точно догадаются? Морлин выиспугались Крис Лак играл за карьеру 4 раза на мипа 3 выиграл Это такое секретное оружие Такое прямо очень секретное оружие Про которое даже без коста не всегда вспоминают Максимально секретное Это без коста Лиджин Командер на оффлейн ЛЦ как антипуш А учитывая Насколько хорошо В Южной Америке Исполняет ЛЦ Вчера мы видели Лео Стайла Но он уже взорвал Здесь вряд ли, конечно, Лиджин Командер в центр Хотя может вообще Еще часто прям Ностальгической годноты накинул мне Лео Стайл и Легионка Я же прям хорошо стал Я же как вспомнил И пересмотри Перед сном Хоть реально пойти пересмотреть Надеюсь, эти команды нападают еще Не нравится драффайлайтер Если честно, мне не нравится драффист кост Ну то есть они попытаются сыграть быструю игру Они пытаются темпом снести это с пик тру Фрэнк все-таки на ЛЦ И оставил на Эмбери Ну будут два брата Спирита стоять в центре Посмотрим, кто, кажется, сильнее Да, вот как-то так произошло Ну вчера, в общем, мы посмотрели на этого показа Ну понятно, что Наверное, против Evil Genius'а Там в принципе показать что-либо сложно Мало кто может что-то показать Evil Genius'а Можно просто побегать Посмотреть, как Evil Genius'а сыграют в доту скорее Вот Ну в целом как-то вот показ был вчера незаметен На керри позиции Ну вот он вроде бы был на тролле, по-моему, играл Еще на ком-то Ну что-то прям не пошло там совсем Не поехало Ну и там ему более пассивных героев давали Здесь придется драться с командой Ты не должен, в принципе, на сикере против спектра ФК фармить Твоя задача играть и убивать Убивающий пик, безусловно Ну то есть киллов Вернее экшена, жду от бесткоста очень много Будут ли там киллы? Другой вопрос Но пикс не нравится больше И в лейте он нравится больше в раз Во много раз Плюс, 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 плюс Поддерживаю, возвожу в степень И все остальное Немножко офф-топика Дахак на мипо проиграл Прикинь Это был закрывающий мипо и он проиграл Надо было камбэкнуть, да, во второй карте, чтобы потом Да, чтобы потом с мипо и ласт пиком проиграть Это что-то эпик Ну это немножко другие, друзья, у нас там страсти Я думаю, что те, кто смотрят за дотой За киберспортивной дотой Знают там, что происходит на параллельных турнирах Поэтому не нам вам рассказывать, что вокруг идет Ну это так, это скорее наше личное впечатление Мы тоже стараемся следить за всем, друзья Мы сами на Америке, тут южной сидим И стараемся ничего не пропускать Ни кс, ни доту И вам тоже рекомендуем Потому что, а что еще делать В это тяжелое для нас всех время, друзья Только киберспортом и наслаждаться Которого, ну, хорошо, что много Хорошо, что много киберспорта, друзья Что каждый день вы прям просыпаетесь Утречка, киберспорт, киберспорт, киберспорт Везде киберспорт И прям можно весь день сидеть за компом И наслаждаться этим самым киберспортом Это прекрасно Вот, прикинь, не было бы Не придумали бы компьютер, да Попали в такую ситуацию Чем будут заниматься вообще целый день? У меня в отсутствии футбола Только киберспорта спасает Я так скучаю по спорту Это жесть Не, ну реально, что тебе? Я хочу любой спорт смотреть Вот даже белорусский футбол готов смотреть Он, кстати, хорош? Ну, правда Не готов лудоманить на нем пока что Но смотреть можно Ну, как хорош Такой же, как российский Только белорусский, правильно? Только белорусский, да Все, все верно Зато единственный Работающий Там же, знаешь, его сейчас все абсолютно смотрят Весь мир Даже Sky Sports Который анализирует английскую премьер-лигу Сейчас анализирует белорусский футбол Потому что мало контента А у нас контента много У нас тут команда Thunder Predator идет пока задушить Пока не задушен был Убежал Стингер хорошими касками отбросился Ну, вот так вот Поджим крепкий, конечно, Thunder Predator Сейчас на отходе Важно баунтиру Накрис контролировать Они еще и разворачиваться Собираются Какую-то грамотную фиссуру Вот такую отрезающую Крис Лака Но Но неплохо откинулся, конечно Здесь Blood Seeker Крис Лак страдает Крис Лак, опа Резонит пульс На лоу хп А переиграет соперника Вот так вот на скиллуке А Коттл-то быстрее всех бегает Ферри фаер, ферри фаер, ферри фаер И кто первый? Первый Фрэнк Оффлейнер команды Thunder Predator делает первое убийство А тут еще и багкас может? Нет, не может Он может баунти забрать Для своей команды И бесткост Три баунти руны Одна достанется команде Thunder Predator Но у них есть компенсация Компенсация под названием First Blood Для оффлейнера Коллектива Так, ну самое время, друзья Вот после всех этих событий Все-таки посмотреть на коэффициенты Что нам после драфтов демонстрируют Ну 1.76 на Thunder Predator 2.0 на бесткост В общем, понятно С небольшим, конечно С небольшой перспективой И предпочтением для Коллектива, который играет Все-таки за Дая Ну, наверное, это Это верно С учетом того, что мы уже с вами Рассказали Наш партнер париматч Абсолютно правильные цифры Здесь, по идее, дает Ну, опять же Не основной состав Против основного состава Да? Да, все Это, наверное, и склоняет Сейчас немного цифры В сторону Команды Thunder Predator Ну, плюс драфт, да? Тоже в какой-то степени Ну, драфт тут Непонятно Это нам нравится больше Видимо, не только нам Но мы же обцениваем Наверное, в большей степени Позднюю какую-то игру Да, спектра такой герой Ненадежный Может не дожить Не доживет До свидания Здесь, в принципе, есть кому Купить, если что, сильвер Сикер может Будет вбегать Будет ломать пассивки Во многом наши опасения Связаны с тем, что вот Прям удачно реализованных Бладсикеров на дистанции Видно было критически мало Это какие-то вот редкие моменты Когда всплывает этот персонаж И он невероятно хорош Он делает игру Он все То есть он вот как со старта Начал громить Так он крушит до конца Вот это действительно Единичный случай Если бы вот такая тенденция продолжалась Как вот, например, с Драгон Найт Тогда мы, конечно, могли бы дать выкладку Из разряд Но Бладсикер там вот По обыкновению своему При разгоне максимально хорош И делает игру А так, ну вот Редко всплывает Редко бывает Когда-то побеждает Но больше раз Большую часть Больше проигрывает Его сейчас вообще не берут У него 7 пиков за патч А винрейт при 7 пиках? Ну, 3 выиграл Даже меньше 50 Поэтому мы не как-то вот Неодобрительно смотрим На этого персонажа В руках стендина Ну, посмотрим Пока сейчас нас будет переубеждать Тем более, что стартует по крипам Конкретно, ребята, из Бесткост хорошо Бладсикер на легкой прям фрифармить 15 на 3 16-го добил В центре На преимущество также Забвоит спиритом Лучше добивает крипов у нас Товарищ Крис Лак Ну и на топе Видим, Панга там вообще комфортно себя чувствует У спектра 12 крипов Поэтому пока стартует Бесткост Прилично Лео Стайл уже показывал нам на этом турнире Как он может и уничтожить соперника на линии Как он может и сильно ему проиграть Но здесь, наверное, по силам ему переиграть Крис Лака Так же, как и Крис Лак по силам переиграть Ну, в общем, абсолютно равные противостояния 18 на 3, 18 на 3 Оба стоят Одинаковое количество крипов живо на линии То есть, абсолютно равная статистика И потенциал для гангов у них тоже абсолютно схожий То есть, вопрос, опять-таки, четвертая минута Кто быстрее бутылку принесет Кто быстрее, кто Ловчее будет, да, в плане контроля Рун Поварап рун Кому повезет на эту поварап руну Сейчас вот Лео Стайл что-то забудет здесь А, Шекер бутылку купил Отдал Точнее, Эмбер Спирит купил бутылку Отдал Шекер Шекер пришел Запулил как раз Ну, и вот Лео Стайл как бы уже с бутылкой Крислаг только себе эту бутылку несет А тут 5 секунд до спауна рун Лео Стайл чекает верхнюю Шекер поможет зачекать нижнюю Очень грамотно пока отыгрывает Шекер Максимально для своего тиммейта Все, дал инфу Плюс сделал стак Еще и фиссуру какую-то такую Мэтью у нас положил И вот таким образом Он помогает Эмбер Спириту просто выиграть линию Ну, и как минимум Чувствует себя получше просто Правда, по левелу из-за этого Лео Стайл просел Потому что экспу поделил Потому что сбегал Как раз-таки где-то какую-то За кого-то крипа не получил экспириенса Ну, 5 уровень Зато реген есть Может спокойно спамить скиллами Может с 6-м левелом куда-то загангать Может, ну, если успеет получить 6-ое, да То есть получить много урона Потом спокойно отхилиться, вернуться В общем, простор имеется Для выбора действий дальнейших Пока все ужасно у Фрэнка Несмотря на ФБ, у него всего лишь 10 добитых крипов И здесь у Флэйн Лиджин Коммандер Судя по всему С линии сильно не выйдет Это может очень сильно сказаться на героя в дальнейшем Все-таки ЛЦ нужно побольше вещей, чем Пангальеру Чтобы Приносить пользу В ЛЦ ты хочешь видеть Блинк Хоть когда-то ты хочешь видеть Может быть Блэйд Мэйл В дальнейшем БКБ и так далее А Пангальеру нужно что? Желание И он покатился Да и прямые руки Ну, конечно, справедливо стирать Надо отметить, что перед Блэдсикером Там с ранними фейзами Вообще добивать крипов тяжело У него такая приличная тычка Анимация хорошая Да и с топориком он тоже Как-как вот тут сражаться Непонятно Ускоряется Блэдсикер В Шейкера Фиссура и Шейкер отбрасывается Там Хороший кемп Нейтральный Хотелось бы его как-то зафармить Ну, пока гонялся там Блэдсикер Льонг, соответственно, пару крипов смогла тоже добить Тяжелее ситуация, чем Блэдсикер Естественно, денег меньше Но как-то терпеть приходится В будущем, естественно, Блэдсикер как-то поспешит, наверное, гангать Возможно, реализовывать свой рапшир Пытается, может быть, на Фрэнка самого напасть И там уже от ситуации Фрэнк может и получить недостающий фарм со старта Но пока да Ситуация, конечно, не самая приятная Для оффлейнера команды Thunder Predator Мидеры пока стоят Шестая минута Опять-таки позволяет соконтролить очередную руну Мэтью для своего Эмберспирита Просто в четную минуту, начиная в четвертый, просто приходит на мид и помогает Отпил еще на всякий случай Шейкера за такую помощь Шейкер может еще что-нибудь подстакать Но пока такая ситуация Ну что, меньше тысячи преимущества за Бесткост Очень такое, знаете, равное начало Пока сложно к чему-то поцепиться Сейчас попытаются напасть на Shadow Shaman Иллюминейт хороший, но тут пришел Крис Лак Весьма вовремя МНЗ Астрал Степ МНЗ пытается уйти Использовал стики Будет жить Будет жить Шейкер перетягивается Там кто-то ТП отменил, кажется Он еще и фраг заработал Откинулся Добил Поэтому Может быть МНЗ Че делаем? Ходим просто А че делаем? А ты про кого? А, на топе? Да-да-да, он просто подбежал к вышке, получил 3 ореха Подошел Шаманс, задержал, получил еще 2 ореха Прикольно Коттл Отдал Скоттл XD пишет Скоттл Вон, скопил Мне понравилось Сам не понял, че произошло Найс Грид Мув Нет мана МНЗ МНЗ что-то хотел исполнить, похоже И потерялся в кнопках Какой-то же байт Вот он атака на Фрэнка Фрэнк просто бежит Вернулся от Бладрайта Получает ремно Тремно-то уворачивает И стоит, просто ждет Ну, естественно, лезет так вот под вышку Там дальше добивать легионку нет смысла Будут сейв ТПшки И Брэлтсекер там просто Там одной фитсуры хватит просто Перегородить путь Шейкер был на подсейве У Шейкера, кстати, с левелом беда У него второй Он бегает по карте Помогает Спирит хочет сделать соло-фраг на Стингере Неужели хватит урона? Ремнант еще есть Просто жжет Войд Спирит В иллюзии ремнант ушел Но все равно прогнали Стингера там за счет Вуду Рестарейшна пожил какое-то время Там реген сверху Опять руна Реген сверху Лео Стайл опять везет на руну В этот раз самостоятельно ее берет с помощью Да в смысле опять везет Ему первые две руны он не угадал Если что Там Шейкер подстраховал просто Везет на руну имеется в виду А тип руны Тип руны Да-да-да Ну в этом плане окей, ладно Хотя я не знаю Тебе когда бутылка Тебе по-моему все равно какая руна Ты просто берешь ее в бутылку И все равно фулл-хоп Ну Иллюзии на этом Эмбер Спирит В меньшей степени полезны Атака смотри на бутылки Если перекроют проход Будет выигранная Тебе успевает Просто плодрайтер И плодрайтер может Ауран хватит Нет Хватает Отличный выход сейчас получился И Эмбер моментально И моментальный Эмбер Спирит Уже в центре Я и не уходил Я все был тут Хорош-хорош Вот молодого конечно задушили Здесь шикарный ганг Почему-то вообще его не прочитали Ребята из Рейдер Никакой реакции не последовало Волниеносная атака Спектр какое-то время Стоит в соло Но фарм приличный ОМНЗ Все-таки ПТ-2 Рейсбэнда И выход Вот просто прямолинейный В Рейдер Да действительно Не размениваются Какие-то промежуточные Там артефакты Те о которых ты упоминал Просто вот Сразу Рейдер Ну конечно Если купят Рейдер Вот после ПТ-шки Двух Рейсбэндов Это будет Прям супер классно Там такие тонкие герои Там вообще да Рейдер Рейдер Здесь все Просто будет уничтожать И если ты на Спектре Вот В лидирующей тройке Или там В четверке даже То у тебя все хорошо Если ты Идешь не на пятом Шестом месте У тебя все хорошо И сейчас у него реально Все круто Потому что Панга уже Проигрывает ЛЦ У которой старт был Ужасный по крипам А здесь ЛЦ Пойдет дуэль выигрывать Если зацепит Крислака Зацепит Значит будет 20 урона уже Мэтью правда Сам без здоровья был ТТ Вбивает показ Круто Исполнил Посмотрим за момент А потом я вернусь И объясню Что там произошло МНЗ Мансит от Виспера Виспера круг подчеты Черненький такой сделал И за баунти Ну хотя бы Донуайт баунти Коттл Потрясающе Где баунти забирают Здесь ребята снизу И стандарт предатор И одна только достанется Коллективу без кост Так вот Шекер был лоу хп Войд Спирит пошел Делать соло фраг Хайлайтить Но что произошло Лео Стайл пришел И бутылкой Отпивал Шекера И Шекер восстанавливал хп И это помогло Шекеру выжить Забайтился Войд Спирит Выиграна дуэль В результате Конечно в размен Шекер так и ушел После подключения Плотсекера Но момент-то Плюс вышел За татар предатор И пока вот На этих нюансах Ребята из ТП Выглядят получше И сейчас Мэтью Оставляют центральную линию Он здесь 6-й левел Возьмет И золота у него Не так уж и мало У него уже там 9 сотен Тихоньку к блинку Приближается Еще пару раз Поучаствует в асистах Пару минут пофармит И блинк появится Такими темпами А Шекер с блинком Здесь будет ловить всех Останавливать всех И Он так помешает Команде бесткост А Спектра все Спектра в лесу Ройл Джили еще находит Ну вот тебе и Соллинк Не нужен Еще Манго 3 Можно посадить тут же Да И все прям вообще Спанной проблем нет Срочно Срочно нужно подключаться Прямо к Бладсикеру Вот вот Идти И начинать делать Грязь на карте Потому что Вот он сейчас максимально хорош У него действительно Быстрые молнии У него топовый Нетворс на карте Надо что-то делать Центр нападения на Мэтью Успевает кинуть висуру Эхо слэм Тотем Сюда Маленький идитель Ну Кристалак успевает Чуть не хватило добить Кристалака Может тогда Вот этого парня забрать А там Десвард Через Десвард Пытаются Пытаются И успевают Успевают Даже если умрет Все равно 10 дамаж заработал Убил Офлейнера Кристалак еле живой уходит А вот Лео Стайл Им нужна поддержка Поддержка летит В лице котла Лео Стайл Урна 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 Сгорел Но выжил И первая Поварапруна Которую забирают Ребята из Бисткост Это пока Законтролировал Хейст Вау Ну Легионка Плюсе оказалась Третья уже дуэль Выгранная Третья выгранная Дуэль Тоже фаст блинка будет Просто блинки Не размениваются На какие-то там Артефакты На спасение На защиту Нет худов Владмиров Быстров Ничего подобного Просто блинки Блинки И понеслась Родная И все Это подшумок Еще фармит Спектра 2400 уже Честно говоря Даже не похоже Что у Бисткост Есть вообще Какие-то ресурсы Чтобы вот До спектра добраться Они не могут там Преодолеть в центре Эмбера Нормально загангать Там захайлайтить Сделать два минуса Легких Вот только после этого Можно спектру искать А не получается Выходят какие-то Размены не самые удачные Прислаг сейчас смог Заходит на Киперовзлайт Ставит он тем временем Белуис Спектр ультимейт Крислага правда Тяжело будет поймать Блайт не кладь Крислаг все пытает Добить код Ага Иллюминейт И тайца Фраг заработает Зарабатывает И уйдет Нельзя Нельзя уходить Нельзя уходить Ему надо Ему то надо Нельзя его отпускать Вот так нужно было сказать Цепляет Ручейнами С ней зом Нельзя погибнуть За Фрэнк Ну Фрэнк Просто бежит Помочь не получится Реально просто бежал Подрапчер И пока сделает Это убийство Но если бы остановился И тесто Шадо Шаман бы задушил Он это прекрасно понимал Так Жутко интересная дота Не дофармил Легион Кстати на Блинк Так что придется Возродиться Еще пофармить Спектр 2 800 Момент конечно Хороший для МНЗ Потому что он не погиб Участвовал в файте Ассист получил Фраг он до этого Сделал на линии Ну и вот Теперь еще и линия Сверху подпушилась Можно прям на ней стоять Сейчас Раз спаун Раз крипфейв Два крипфейв Ближайшие нейтральные кемпы И вот уже курьер Можно уже курьера Отправлять в потайную лавку Потому что Совсем скоро Денег хватит На заветный Сакарт релик Лео Стайл в центре До весела Фармит Ну и Рейдинт И что придумают теперь Все еще топовые Блотики Причем с хорошим отрывом Показ реально круто Фармит У него вот яша уже появилась Вот там что-то не по кулдауну Рапша конечно Надо бегать Пускать свои цели Я думаю Он прекрасно понимает Тринадцатый уровень уже Все к команде поближе Очередной смог И в очередной раз Куда-то выйти Ну кстати по итогу Из-за разменов Мы видим что Воид Спирит На фоне Эмбера Прям вообще просел То есть Ноль шмоток Крис Лак Тысяча голды Хочет ювул А у Эмбер Спирита Уже весел То есть уже прям Такой достаточно серьезный Боевой айтем С другой стороны И Сикер Прилично обыгрывает Спектру Но мы знаем Что Спектра Там с тремя слотами Будет наверное Интереснее чем Сикер Даже с четырьмя Интересно Что будет Сикер Покупать себе После БКБ Слоты-то хорошие Пока нас собирал Будет ли он все-таки В Сильвер выходить Или будут Пытаться пробивать Спектру Таким образом Каким-то Обычным Поглядим Но БКБ в первую очередь Конечно надо приобрести Уже после БКБ Думать По ситуации Лишнюю баунти Забрали Бесткост Три Законтролили Из-за того Что вот снизу удалось В наглую прийти И забрать Руну Сейчас атака От команды Дайер Попрутаются Напасть на кресла Там блинк от легионки Но нужна защита Каски Ставят в те времена Билл Увиз Шикарный Минус один Ну вот эти Размен произойдет В легионку Легионка выигрывает Дуэль Добить надо бы Шату Шамана Чем-то Приходит Блот Сикер Шикер пришел Ну и тут еще и панка Неплохо раскостовался Минус котл И все это время Три секунды Там буквально не хватало На Сандр Кэдэ в смысле И Сандр Спектра не смогла Ой на Сандр господи На хаунд Для того чтобы ворваться Помочь команде Там бы и Шаман точно погиб И МНЗ Может быть прогнал бы людей Где-то танканул Ты прикинь Как бы обалдели без коста Если бы легион Сейчас Сандр нажал Без хп Я думал Вот это Дуэль Потом Сандр сверху Без хп Я думал Они реально Прибалдели Там немножко Ну хороший выпад Тем не менее Получился Да легионка умирает Но вот эти выигранные А Дуэль Не выгодно Кстати было Прошу прощения Выиграть дуэль Не удалось 30 урон Так и осталось Поэтому Не так круто Ну все что происходит Вот сейчас Это все без участия Спектра Которая набирает Себе Радианс Будет конечно Совсем неловко Если в итоге Спектр с этим Радиансом Она в первых же драках Начнет умирать Но пока Дают ей возможность Фармить И она фармит Но при этом Блотсикер Какой же отрыв Конечно Фантастика Как же сочно Фармит Пока Молнии Молнии Дают о себе знать Петра Все таки Без Полноценного Радианса Ступает Радианс Появится Пара киллов Там потихоньку Будет подбираться Если будет пара киллов Здесь аквила падает Прекрасный предмет Спектра На стинжерам Дуэль Моментальный минус 1 Надо сразу искать Вторых людей Вот еще Второй суппорт Может погибнуть И И И И Но тут парень уезжает Виспер уезжает Крислаг бегает Что он хочет Шекера в соло убить У шекера блинк Продоманы мало Крислаг Левостал находит Связывает Весл Заряды имеются Все обошлось Ну немного конечно Вызывает Страх И одновременно Уважение Этот блатсекер Вот он сейчас выступит В первый раз В драке с БКБ Как отреагирует Интересно Ребята из Стандарт Предатор Потому что Но блатсекер Разогнанного Под пассивкой С БКБ Ну просто не остановить Он же будет идти на вас Убежать от него Тоже невозможно То есть разворачиваться И драться Но чем Командных артефактов нет Аур никаких особо нет То есть Здесь на самом деле Задача-то простая Влететь в дуэль Псикера С дуэлью Псикера Нажать Блэйдмейл И он Умрет Висп Стягивает Стягивает Он в том числе Вод Спирита Дальше накрывает Эхо слэмом И Минус 2 Плюс вышка Плюс Дуэль Дуэль выигранная Круто получилось Вот опять Да Мы с тобой Не так давно Смотрели матч Или не с тобой Я не помню Когда Было заработано 50 единиц урона Обычно 5 дуэлей Первого уровня Не выигрывают Это крайне редко Происходит Обычно Там Три Плюс И дальше Так это Лео Стайла Было Нет На Легионке Нет Нет Это был Не он Это был По-моему Вообще Матч в Китае Я помню Не на этом турнире Точно Это было Как будто Это было Прям совсем Недавно Блоттикера Увидели Блоттикер БКБ Раптур Так Ну и как Фиссура Ага Тотем Бросили Шайкера Блинкаут ТП Опа Красавчик Мэтью Его величество Мэтью По-другому Я его назвать Не могу Благородный Шайкер Вообще Не растерялся В ситуации Фиссуру Тотем Блинк Открутил Мангусов Там себе набирает У него То, что он Купил себе Транквилы Монопул Очень низкий Там Пару фиссур Дает Ультимейт Дает И вот Жимана Не остается На мангусах Будет жить Ну, наверное Прокликали Блоттикер Увидели Блокинг Бар Сейчас есть Об этом Информация Крислак Наконец Выформил себе Юл Эмбер Спирит Уже метит В покупку Дизолятора Разница между Мидерами В два левела Но По-прежнему Войт Спирит Еще может быть Опасным Для каких-то Героев Команды Танта Предатор Для Шейкера Для Кота Если все-таки Подберутся на них Так Собираются снизу Подраться Но нет Ультимейтов Появился только Хаунд Мэтью Безаха слэма Пока С рядышком С БКБшкой Играет опасность Бэймэл Прыгают Хекс Инстахекс От Шадоу Шамана Че за реакцию Такая Четы что ли подрубил Вау Просто вау Тут как он среагировал Вообще не понял Дуэль Даже ремноды пошли Минус один Минус два Легионку загнали Виловисп ставится БКБшка заканчивается Показ пытается Собирать Режет Режет людей Ее режет Плутитер Нет В поезде Будут кибнуть Не-не-не Есть легкая для спектры И все это было Безаха слэма И дуэль очередная Выиграна Сильнее Сильнее герои На данном этапе У Тандер Предатор Все Спектру отпустили Раз уж вы пикаете Сикера в спектру Вы не имеете права Ее отпускать И здесь спектру Остановить Я не представляю Что должно произойти Чтобы они ее Пробили Чтобы они Сумели ее переиграть Оверхайп Я был немножко Ребят Прошу прощения Стоял здесь Вард Видел Шадо Шаман Прыгающую легионку После бафов И нажал просто Хек заранее То есть это окей Рабочий момент Я просто почему удивился Что он его видел Я увидел Сентрик здесь Сентрик стоял Я думал Ну раз в Сентрик стоит Вижена Нету команды Бесткоста Я не заметил Вард Который был чуть ближе к вышке Этот Сентрик не палил Сейчас только что Поставил Сентрик Раскотал После информации От легионки Раздивар делал эту точку Это очень важный момент Но этот вот прыжок Может быть Мог бы быть Максимально заруиненным Если бы у Бесткост Там было чуть больше ресурсов Для драки Потому что легионка Ворвалась с бафами С бейдмейлом Совсем просто в Хекс И БС мог там Нажать кнопки Какие-то ситуации И даже в этой ситуации Тандер Петтер Выиграли драку 5 в 1 Монтостайл уже есть У Спектрэм Скофилд До свидания 21-10 Ну круто играют Тандер Петтер Реально очень круто Все получается И файты сочные Гиблотикер Вот первый раз раздулся 10 секунд БКБ А вот толком Конечно набрать там Силы в драке не смог Да и стараются Как-то больше Сначала внимания Остальным уделять Убивают остальных Ну что он Один в пять сделает Саппортов моментально Выключают Шаман свой контроль Не дает Не может Десвар тоже Долго не будет стоять Там один шейкер Просто закрывает Двух саппортов Спокойно Одной фиссурой Издалека Дальше они просто умрут От иллюзии Спектры Саппорту максимально Некомфортно играть Вот как только появилась Спектра Там все прям сразу Такая минус моралька Вот на таких суппортах То есть Ну а что тебе делать Как ты можешь вообще Спастись от Спектра На Вич Докторе На пятерке На Шадо Шамане Без денег Без Глимер Кейпа Вообще нереально Находят показа Активируют БКБ Это позволит Наверное не проиграть Дуэль Нет Не позволяет Не позволяет И пошел умирать Стингер Он пытался спасти Своего тиммейта Он то в итоге Отступает Не очень далеко Даже Десвард поставил Но погиб И Висперат тоже убьют Не жалеют скиллы Еще минус 3 Уже 7000 Тандерпредатор ведут И это похоже на то Что Они сумеют довести Игру до победы Чем дальше Тем Хуже драки Получаются У Бесткост Ошибается Трислака Трислака Тоже ловят Симулейт крайне неудачный Удал Так что Потому что 10.08 У Эмбера Если что Да Лев ставил А у Вод Спирита Сколько его Визави 2.75 Ну вот что называется Один Пошел и загангал Всю карту С командой Все драки получались А у другого Получалось немного Ну туда Тут просто развал Не знаю как Бесткост будут собираться Теперь ничего не получается Самый важный момент С пиком силы Для Блотикера Они Драку проиграли Что теперь делать Не ясно Наверное просто Умирать будут Нон стоп Сейчас Варды тратятся Он еще Монта Стайл Себе покупает Тоже Есть ли смысл В этом артефакте Конкретно здесь На что купить Сильвер Эдж Сильвер Эдж Вы не пробьете Спектру Ну вот вообще никак Монта Стайл Ничего в Спектре не делает А Сильвер Эдж Позволяет ее Сделать Простым Смертом Честно говоря Монта Стал вообще Ни от чего Здесь не спасает Тут нет таких Там шаленсов Да Что-то что-то Сейчас сбрасывают Весел Разве что Там шейкер просто Врывают Спасибо за манту Эффектнее получается Когда Юнитов Побольше Под ультимейт шейкером Мы эти в позиции Вылезать Дефитер 2 Вообще не хочется Хочется отдать вышки Хочется наверное Забить на первую карту И подумать уже О второй Так Ну такая минутка Молчания конечно Потому что Друзья Как-то вот Ожидалось Немножко другого Здесь С определенного момента Тандер Предатор Просто унижают Соперника Сейчас Если Преодолена ли Точка невозврата Или все-таки Бесткост Могут нас чем-то еще Удивить Поразить Давайте посмотрим Какие артефакты Может Что-то Что-то появится Такое бомбезное Манта Готово с Кади Среднего экшена Слишком опасно Пробов Дистракшн Находит у нас Легионка Можно дать Спектре Вместо Аквилы Шаман Подвар Залез И Произор Просто врывается Мнз И Саппорты Моментально Погибают Еще и дуэль Отдают Также Вод Спирит Погиб А он здесь Три Что у него Вод Спирита Алио Стайл Вод Спирита Алио Стайл Конечно Переиграл Здесь С Эликома Полностью Крис Лака Что в начале Что в дистанции Эмбер Оказался Сильнее Воида Получается И падает Центр Траки Здесь Не получилось Плотикер Ждет Тиммейтов Чтобы Вступить в бой Планирует Сделать себе Баш 20 уровень Взял На 20 У него Талант 25% К вампиризму Вот как раз Уж последнего Файта и не было Ребята и дождутся Тиммейтов Постараются Сейчас дать бой Идеально Конечно Под окончание Оегиса Спектра Но там еще Довольно Долгий Таймер Из этот Таймер Конечно Тандер Пентер Могут Вполне Себе И вторую Линию Сломать Ну что Рейдинг Собираемся Вместе Смог Нажали Ну вперед Давайте Ребятишки Одну Битву Чейнами Поцепили Блотикера Ну там Даже Нет смысла Играть полностью. Да, да. Слушай, а вот такой вопрос. Я так понимаю, по баллам там все равно ребята из Бесткост не успели много заработать, чтобы гарантировать себе прямую путевку на Интернешнл. Да, но в случае я имею в виду, если вдруг вот Инт будет раздаваться по текущему количеству поинтов уже заработанных. Ну, я к чему веду, то есть... Ну, Бесткост проходят по текущему. Проходят? Ну, у них девятое место у них. 820 поинтов. Мм. Ну, тогда я к чему веду, что если Бесткост напрямую на Инт, тогда в Южной Америке вот Thunder Predator не будет соперника. То есть вот того самого, с которым повоевать. Там, конечно, Инфомас. Сейчас новый состав собрали. Не знаю, как заиграют, но это уже дело другого разговора. Друзья, у нас здесь будет сейчас небольшая пауза и вторая карта. Ждем ее, конечно же, и надеемся, что там Бесткосты воспрянут духом и покажут чуть более сильную дату.